Здравствуйте, уважаемые соотечественники! Я начинаю свой прямой эфир, прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Сегодня мы поговорим о требованиях к митингу 22 марта. И прежде чем мы обсудим требования к митингу 22 марта, я хотел бы объяснить, почему Назарбаев сейчас отступает и будет отступать. Почему нам нужно выходить на акции все чаще и чаще и каких результатов мы в этом случае достигнем. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить, что первая акция демократического выбора Казахстана, именно публичная, была 22 марта в прошлом году. Именно 22 марта наши сторонники вышли с голубыми шарами по всей стране. Это, как вы помните, очень психологически сильно воздействовало на Назарбаева. Его полиция вела себя очень глупо. И все глупые действия попали в разные мировые агентства, как курьезные. Когда полицейские подбегали, у детей отбирали голубые шары, когда взрослые люди выходили с голубыми шарами, на которых были нарисованы государственные символы страны, это было нечто, это было посмещище. То есть, вы помните, когда вся страна обсуждала, обсмеивала, действия решала, полицейские превратились полностью посмещище не только в нашей стране, но и во всем мире. Это был наш митинг, даже не митинг, а акция 22 марта. Это была серьезная заявка, после этого ОДВК именно начали говорить во всем мире. В этой связи я хотел бы обратиться к вам с призывом, чтобы второй именно этап, годовщину 22 марта, мы отметили весело, с размахом, отметили с выдумкой, чтобы этот митинг и акция, шествиями, действительно было очень сильно организовано, продумано. Мы ждем от вас креативных идей, мы уже говорили, что как и как мы выходим на 22 марта. Но прежде чем обсуждать этот митинг, наши требования, я хотел бы привести какие-то данные, которые, по сути дела, повлияли на то, что происходит в нашей стране. Именно действия Наштутана Назарбаева, где он пятился и пытался снизить накал, который организован был демократическим выбором Казахстана. Вы помните, когда 20 апреля, в 2017 году впервые мы объявили о создании демократического выбора Казахстана. До этого накануне в стране прошли там различные потопы, и я объяснял тогда, что вообще еще Древний Египет эту проблему решил, что нужно по всей стране строить водохранилища, что это не очень дорого. Эти водохранилища летом обеспечивают, засушивали районы водой, а весенний паузский период, они просто накапливают эту воду в этих водохранилищах, и тогда не будут подтапливаться одни и те же области, которые подтапливаются ежегодно. И вот, собственно, первая реакция, тогда Назарбаев быстро принял решение, вызвал комитет по водным ресурсам, правительству дано было поручение. В 22 регионах страны было принято решение строить водохранилища. Я, честно говоря, их не вижу, но я точно знаю, что деньги выделены, идут какие-то проектные работы, во всяком случае, инженеры, которые работают на этих объектах, так и писали. То есть, достаточно было сделать заявление, объяснить, куда одеваются деньги, объяснить, что это провал политики Назарбаева в таких простых вещах, что он не может решить проблему подтопления наших регионов, при этом подтопление происходит каждый год, как немедленно фактически Назарбаев был вынужден среагировать. Вспомните, в прошлом году мы активно выступали, и первый наш, вот не митинг, а акция была организована 22 марта. Синий цвет, синие шары стали символом демократического движения Казахстана. И когда демократический выбор Казахстана объявил о своей социальной программе ДВК, которая предполагала существенный рост заработных плат, учителей, рост пенсии, различных пособий, Назарбаев был вынужден сразу через правительство объявить, что будет подниматься заработная плата. Она в итоге не поднялась до тех заявленных сумм, которые объявил Назарбаев, но в любом случае процент на 30 правительство сдвинулось. Также мы объявили программу по повышению заработных плат и других социальных программ, связанные с военными и с МВД. И тоже Назарбаев летом, в прошлом году объявил, и потом, чуть позже, начал реализовывать, точнее позапрошлом году, начал реализовывать, хоть частично добавил заработную плату работникам полиции. Потом вспомните, мы объявили жилищную программу ДВК, когда процентная ставка была 5 годовых, авансовая предварительная сумма от суммы кредита 5% и срок кредита 20 лет. Назарбаев в прошлом году в марте вышел с инициативой ипотечной программы 7-20-25, то есть ставка 7 годовых, первая сумма взноса авансовая 20%, срок кредита 25 лет. Но это была позорная программа, попытка нагнать программу ДВК, и в итоге она провалилась. По итогам прошлого года всего лишь за год около 2 тысяч человек сумели попасть в эту программу, и из них меньше тысячи реально получили займы. И программа была провальна тем, что она не ушла, что эту авансовую сумму 20% мало кто мог внести. И тогда правительство вынуждено было выпустить так называемые сертификаты по миллион тенге, которые распределялись от Акимов областей, и таким образом они хотя бы немножко подтянули свою программу. В любом случае количество участвующих в этой программе буквально несколько тысяч человек спрашивается, это президент страны или какой-то Аким небольшого района. В масштабах всей страны, когда у нас миллионы человек нуждаются в жилье, получается всего лишь несколько тысяч человек смогли попасть в эту программу. Поэтому программа Назултана Назарбаева провалилась. Это касается всех его программ, которые он все время двигал, пытаясь перехватить инициативы ДВК. Наша социальная программа ДВК предполагает различные пособия, в частности материнские пособия. Мы в прошлом году, как вы помните, 23 июня объявили о митинге бесплатного образования. 6 июля мы тоже продолжили этот митинг. И обратите внимание, 22 июня Назарбаев подписал указ, вышел с заявлением, что выделяется 20 тысяч грантов для молодых людей, которые могут осенью продолжить учебу бесплатно за счет государства. На тот момент было бесплатных 54 тысячи грантов, он добавил еще 20 тысяч. Почему добавил? Потому что демократический выбор Казахстана вышел с заявлением, что в государственных учебных учреждениях обучение для нашей молодежи должно быть бесплатным. Назарбаев под давлением наших программ был вынужден выделить 20 тысяч грантов молодым людям, чтобы они могли продолжить учебу бесплатно. Вспомните, когда мы вышли с заявлением, что у молодежи нет возможности в период обучения проживать в общежитиях, по государственной статистике говорится, что якобы в Казахстане не хватает чуть более 17 тысяч, для 17,5 тысяч человек не хватает общежития. Якобы 85 тысяч студентов, которые нуждаются, из них более 60 тысяч получили общежития, 17 тысяч остро нуждающихся. У нас в стране около 200 тысяч студентов иногородних. В реальности, когда они говорят, что всего нуждается остро 17 тысяч, конечно, они врут. Мы тогда вышли с программой, что для студентов ДВК разрабатывает следующее требование, что каждому студенту порядка 30 тысяч тенгер. На тот момент это было 100 долларов. Так вот, мы считали, что не 17 тысяч нуждаются в общежитиях, а 100 тысяч. И эта сумма, если мы выделяем по 100 долларов, получается всего лишь около 100 миллионов долларов в год нужно, чтобы в принципе решить проблему общежитий в нашей стране. И опять Назарбаев был вынужден заявить о программе строительства общежитий до 18-го года, до 22-го года, когда они обещали построить большое количество общежитий и принципиально решить проблему жилья. На самом деле, может быть, деньги и выделяются, мы просто это не видим. Но очевидно, что все эти программы были приняты под давлением программ демократического выбора Казахстана. Теперь посмотрите еще программы по материнскому капиталу и так далее. Мы выступали с рядом требований. Как только в этом году возникли проблемы, матери вышли на улицы, вышли требованием, чтобы были увеличены государственные пособия различные, социальные. Что произошло? Назарбаев перепугался. Мы объявили о митинге 27 февраля и накануне митингов, накануне, вот 27 число уже, точнее даже на съезде 27 числа, когда начали проходить митинги, он объявил о социальной поддержке матерей. Вы помните, как это произошло? И потом, после этого, начал суетиться. Если до этого он говорил, после съезда, на съезде, что вот с 1 июля, а после съезда он, увидев вот этот накал, испугался и сказал, выделить особо там незащищенным социальным слоям с 1 апреля. Есть видеорепортажи, где он приглашал членов правительства и заявлял с 1 апреля. Вы видите, что на Назарбаева действует только давление. Если наш народ будет молчать, он будет продолжать десятки миллиардов красть из бюджета страны и не реагировать на народ. Только тогда, когда мы начинаем активно действовать, только тогда он начинает реагировать, пятиться и отступать. Здесь мне пишут, что обширить дают только первокурсник. Ребята, вообще проблема обширить, она выдуманная. Это, представляете, это на этом деле греет руки государственные чиновники, тотальное воровство. Тут достаточно каждому студенту выделить эквивалент 100 долларов. Вот, допустим, у нас около 100 тысяч человек, нуждающих в обширитии. Они учатся где-то около 10-11 месяцев. Вот посчитайте, 100 тысяч человек, это порядка 100 миллионов долларов в месяц. Вот в год, точнее 10 миллионов долларов. В год это всего лишь около 100 миллионов долларов. Что такое 100 миллионов долларов? Динара Кулебаева за один вечер на своем дне рождения потратила 80 миллионов долларов. Поэтому в масштабах страны 100 миллионов долларов выделяется студентам, всем, которые учатся в государственных учебных учреждениях, частных, не имея значения. И все, нет проблемы с обширителями. В принципе, они же говорят, что и остро нуждающихся 17 тысяч. Мы сказали, пусть будет 100 тысяч. Пусть будет 100 тысяч. Эта вся программа стоит максимум 100 миллионов долларов в год на всех наших студентов. Это вообще ничего. Понимаете, это выдуманная проблема. Поэтому мы заявляем, что материнский капитал должен включать. И следующее требование. Каждому студенту нужно выделить средства, чтобы они могли арендовать жилье. Каждому около 30 тысяч тенге мы заявляли. И стипендии 50 тысяч тенге. Каждому, не как сейчас, порядка 20 тысяч тенге. 50 тысяч тенге. Тогда это серьезно, основательно улучшит жизнь студентов. И они смогут нормально учиться. И у нас действительно будет возможность требовать от наших студентов, чтобы они нормально учились и были хорошими специалистами в своем деле. Вы должны понимать, почему Назарбаев в этом году особенно будет сильно отступать. Вы посмотрите, в прошлом году произошла смена власти в Армении. Активные выступления идут в Азербайджане. В Азербайджане нынешний президент Алиев был вынужден принять программу списания кредитов почти 800 тысяч человек. По итогам прошлого года Грузия списала кредиты более чем 600 тысяч человек. И таких примеров много. И вы посмотрите, что происходит в Алжире. Сегодня миллион человек вышло на улицы с требованием смены режима. Не просто требовали, чтобы нынешний президент не участвовал на пятых своих выборах. Они потребовали смены режима. Они сказали, мы устали. Вы посмотрите, что происходит в Венесуэле. Это во всем мире идут процессы, когда диктаторские режимы падают. И второй важный момент, кроме страха. Кроме того, что в мире действительно диктаторские режимы непрерывно падают. Второй важный аспект, что в этом году Нурсултан Назарбаев будет обязан провести выборы президента. Ребята говорят, что на наших митингах помимо социальных вопросов поднимать вопрос кредитной амминистии. Вы, наверное, забыли. На прошлом прямом эфире я сказал две основные темы, которые мы будем поднимать на митинге. Это первое. Материнские требования. И я их подробно озвучил. Вы прослушаете прошлый эфир и второй кредитной амнистии. Это два ключевых требования, с которыми мы выйдем на митинге 22 марта этого года. Итак, следующее обстоятельство, которое принуждает Назарбаева быстро двигаться, выполнять требования народа, это выборы президента. В апреле следующего года истекает его пятилетний срок. По конституции и по закону Назарбаев не может быть у власти более пяти лет. Значит, до апреля 2019 года должны пройти выборы. Дальше. По законам Казахстана выборы должны пройти в первое воскресенье декабря. И значит, они должны пройти именно в этом году, в 2019 году. Именно в этом году. Они не могут пройти в декабре 2020 года. Иначе Назарбаев будет находиться у власти пять лет восемь месяцев. И очевидно, что выборы не могут пройти позже, чем в первое воскресенье декабря 2019 года. Он хочет на должность президента назначить свою дочь. И его сейчас задача такая, чтобы откупиться от народа, чтобы народ поддержал его инициативу. И он торопится. Вы видели, как он суетился? Если до этого он говорил, что с июля этого года распределить эти денежные средства, то теперь говорит, что часть нужно буквально с первого апреля. Почему он это делает? Он хочет, чтобы деньги быстрее были распределены, чтобы сбить этот накал. Апрель, май, июнь, до осени активно эти деньги вливать, вливать. А потом, когда народ будет счастливый, по его мнению, тут заявить, а вот теперь выборы, я выдвигаю свою дочь. Понимаете? Сейчас, видите, разные партии якобы создаются, объявляются. Это для чего делается? Чтобы создать видимость конкуренции. Чтобы на этом фоне якобы есть конкуренции. Для Запада нарисовать других кандидатов подконтрольных. Нарисовать, что существуют разные партии, тоже без проблем. Что нет проблем в Казахстане заниматься политикой. Плюс откупиться от народа и таким образом протащить на должность президента Даригу. Вот что хочет сделать Назарбаев. И вы обратили внимание, как проходят митинги. Людей задерживают, держат несколько часов или даже меньше, потом отпускают. И эти люди протестующие снова идут на это место, их снова задерживают. Это последний митинг был так. И это в большей степени связано с тем, что у него в этом году будут выборы. Он не хочет плохо выглядеть, это первое. Второе, он боится, что если он сейчас сильно нажмет, то в итоге ярость народа будет такая, что потом его никто не спасет. Народ расправится не только с ним, но и со всей его семьей и его приближенными. Вот чего он боится. Еще обратите внимание, даже после того, как люди просто были задержаны, отвезены в полицию, даже вот на этот факт сейчас произошла международная реакция. ОБСЕ сделал заявление, выразил свое недовольство тем, что люди не могут выразить свои политические интересы, выйти на митинги и так далее. Amnesty International, самая ведущая правозащитная организация мира, сделала заявление. То есть никогда не было такой быстрой реакции на те репрессии, которые организовал режим Нурсултана Назарбаева. Но обратите внимание, в прошлом году наших людей просто задерживали на остановках, останавливались автобусы и просто вылавливали. В прошлом году штрафовали очень много людей, кого-то посадили в тюрьму на какой-то период. А сейчас видите, что происходит? Все очень мягко. Это связано с тем, что идет международное давление довольно сильное. Шаг за шагом постоянно приезжают депутаты Европарламента, приезжают правозащитные организации. Сейчас Казахстан обсуждается в Европарламенте. Идет постоянное давление. И плюс все это накладывается на выборы, которые Назарбаев должен провести в этом году и попытаться протащить до ригу Назарбаеву. Поэтому все эти обстоятельства создают нам благоприятные возможности для организации давления на режим Нурсултана Назарбаева. Он сейчас отступил. Он в любом случае, конечно, будет делать меньше заявленных своих сумм, будет стараться обмануть, но все равно какие-то деньги поступят. Но все это на самом деле не приведет к тому, что он ожидает. Не приведет к лояльности. Более того, народ еще больше ожесточится. Потому что наши агитации, наши выступления, наши цифры, которые показывают, как Назарбаев десятками миллиардов долларов грабит у страны, они достигают уже всех казахстанцев. Люди уже понимают, что то, что он отдает или будет отдавать, это мелочь, это вообще такая мелочь по сравнению с тем, что он грабит миллиарды. Как я говорил, он в два банка засунул своих казком, и Цеснобанк порядка 12 миллиардов долларов, а народу собирается мелкими-мелкими суммами отдавать по 10-15 тысяч тенге, когда просто украл через два банка 12 миллиардов долларов. Видите, масштабы. Поэтому тот факт, что в этом году будут выборы, он не позже осени объявит о проведении выборов. Он в этом году будет вынужден, чтобы Дарьга была активна. Будут вытаскивать каких-то женщин-клонов, там всяких блондинок и всех прочих, которые будут якобы создавать партии. И таких людей будет немало. И на этом фоне будет Дарьга выступать, говорить всякие интервью, чтобы ее высветить, показать, что она достойна якобы будущей президент страны. Вот чего хочет добиться Назарбаев. Поэтому мы эти планы должны разрушить. Мы должны усиливать наши требования. Мы должны активнее набирать сторонников и водить на митинги. И каждое выступление на митинге будет шаг за шагом приводить к тому, что Назарбаев будет отступать все дальше и дальше. Будет стараться раздавать деньги, пытаться подкупить наших людей. Но это только приведет к тому, что казахстанцы поймут, что это связано с нашей активностью, связано с тем, что мы активно выходим на акции протеста, собираем людей, и наша численность будет только нарастать. И когда Назарбаев попытается провести выборы и протащить свою дочь, в этот момент наш народ, который убедился и убедится в своей силе, выходя на эти митинги, добиваясь результата, народ скажет «нет, дороге, хватит, но султан, как в Алжире, тогда будет миллионы выйдут на улицы, это произойдет безусловно, но после того, как мы будем усиливать наши позиции от митинга к митингу, когда наша численность будет нарастать и нарастать, наступит момент, когда к нам присоединятся десятки тысяч людей, и они скажут «нет, ну султан, давай, уходи, ты достал, ты надоел, нам не нравится эта система». Сегодня в Алжире люди, которые выходили и требовали, чтобы нынешний президент Алжира не участвовал в выборах, вот буквально сегодня они сказали «хватит, надоело, мы не хотим эту коррупционную систему, ты достал, вообще уходи». Поэтому нам нужно наращивать наши акции и выходить 22 числа с экономическими требованиями, но в итоге все приведет к тому, что эти экономические требования перерастут в политические требования. Это логика борьбы во всех странах, там, где уходили диктаторы. Везде такое было. Уважаемые друзья, поэтому мы еще раз выступим на следующей неделе, дадим аналитику, мы прям покажем, как после наших выступлений, как менялась обстановка, как Назарбаев был вынужден уступать, прям покажем указы, которые он подписывал после наших выступлений, чтобы вы понимали, именно активность ДВК, именно активность наших сторонников приводит к тому, что происходит изменение. Ничего другого не будет без наших активных выступлений. Я сегодня уже говорил, если сравнивать нашу страну с больным организмом, то больной организм лечит очень просто. Если у вас болит какая-то часть тела, эта боль показывает, что нужно эту проблему решать. Выйдет к врачу, пьете лекарства, проходите обследование в конце концов. Так вот, митинги и эти акции как раз есть как бы реакция организма. На этих митингах и акциях правительство или президент должны увидеть, что вот существуют такие проблемы, и правительству, и президенту надо их решать. То есть, митинги – это как реакции, как нервное окончание народа, нервное окончание страны, когда органы управления, представители власти должны реагировать. Взять такую болезнь, как рак, если человек вовремя не реагирует, не диагностирует, то в какой-то момент наступает четвертая стадия рака, и организм человеческий погибает. Так и с государством. Если Назарбаев будет и дальше продолжать такую политику, а мы будем молчать, когда глаз народа будет придавлен, когда не будет возможности выходить на акции протеста, на митинги, когда не будет возможности выступать с какими-то комментариями, недовольными в социальных сетях, это приведет к тому, что болезнь будет загнана вовнутрь, и в какой-то момент наступит ситуация, когда народ не поймет, почему же страна развалилась. А Назарбаев не поймет, что же случилось. Вчера вроде все было хорошо, раз в один день он потерял власть, так развалился Советский Союз. Казалось, все благополучно, а утром мы проснулись, Советского Союза не было. Потому что это был больной организм с гигантскими проблемами, который тоже душил право человека на свободу прессы, на волеизгливления, и Советский Союз распался. Чтобы не распался Казахстан, чтобы у нас страна была здоровая, мы должны немедленно лечить болезнь нашей страны немедленно, сейчас и сегодня. Вот здесь комментарий пишет, что действительно шествие превратится в митинг. Люди увидят, что у нас много и будут увереннее. Это да, так именно и происходит. Когда людей все больше и больше, тем более мы призываем наших сторонников выйти символами государства, синими знаменами, синими флажками, синими шарфами, с голубыми шарами, когда вы увидите, что нас много, тогда и полиция будет себя тихо вести, и мы становимся сильнее, сильнее и увереннее. Я вам скажу, я в Париж живу, вот обычный человек идет, открывает рюкзак, вешает на себя желтый жилет, через какое-то время ты видишь этих желтых жилетов тысячи. Это вчерашний, вот или мгновенный, который сейчас ты весь человек шел, обычный человек, он одевает желтый жилет, все. И когда их много, народ понимает, это сила, это понимает и правительство Франции, поэтому с ними быстро начали договариваться. Все требования желтых жилетов были решены в течение трех недель. Сейчас желтые жилеты наращивают свои требования. И мы тоже 22 марта в результате этих шествий, в результате того, что мы выйдем с государственными символами в голубых шарфах, голубых футболках, голубых куртках, голубых джинсах, голубыми шарами, когда нас будет много, тогда эта власть начнет еще больше и быстрее пятиться назад и быстрее выполнять наши требования. Поэтому, уважаемые друзья, если мы болеем за нашу страну, если мы думаем о своем будущем, о будущем нашей страны, мы не должны позволить развиться этому раку, рак под названием режим Нусултана Назарбаева. Мы должны спасти свою страну, суверенитет нашей страны, наше будущее, будущее наших детей и сейчас показать, где у нас болит и что мы будем лечить? Будем лечить всем народом. Поэтому, уважаемые друзья, мы ждем от вас активных действий, ждем креатива. Сегодня админы вам вбросят в чат маршруты, маршруты, по которым будет в каждом городе тиши шествие к местам массового гуляния людей. просьба все эти дни активно комментировать, вносить правки. И наша задача уже в понедельник окончательно утвердить. Когда мы понедельник окончательно утвердим, мы сделаем плакаты, видео, будем активно выступать, распространять. И наши сторонники, которые выйдут 22 марта на праздник наурыз, будут четко знать, как они должны действовать. Я обращаюсь сейчас к нашим админам. Просьба начать вбрасывать маршруты. Я знаю, что они проговаривались, какие-то проекты уже есть. И штаб тоже, чтобы при поддержке админов вбросил вот в наш чат маршруты движения к местам проведения нашего митинга 22 марта. Друзья, еще раз я вам напоминаю, что 22 марта будет год со дня проведения первой акции демократического выбора Казахстана. Я призываю вас 22 марта отметить креативно, красиво. Я обращаюсь к молодежи, к молодежи, которая может все это провести креативно, с барабанами, еще как-то. У вас много фантазии. И еще штаб будет в понедельник забрасывать короткие видео микрофонам. Есть такие микрофоны, они недорого стоят. И этими микрофонами можно организовывать митинги, чтобы не просто голос говорили. Сейчас уже техника продвинулась далеко, эти микрофоны можно положить в карман. Не мегафон какой-то большой, а именно микрофоны электронные. И ими можно пользоваться, и они дают мощный голосовой эффект. Итак, 22 марта в 11 часов мы организовываем шесть митинги по всей стране. Первое. 22 марта год проведения первой акции ДВК. Третье. Назарбаев в этом году будет вынужден отступать, сдавать позиции, потому что именно в этом году он будет проводить выборы президента Казахстана и будет стараться назначить на эту позицию Дарьгу Назарбаеву. И Назарбаев будет вынужден отступать. Вынужден будет отступать, откупаться от народа. И в этом году часть денег действительно перераспределится по разным программам, и мы этим должны воспользоваться. Мы должны показать народу, что именно благодаря активности, нашей активности, организации митингов и шествий, организации различных протестов, именно только таким путем можно добиться успеха. Не получится так сидеть тихо в засаде, тихо сидеть и чтобы были изменения, как думают некоторые. Нет, только активные действия изменят нашу страну, только активные действия приведут к тому, что этот режим падет, только активные действия приведут к тому, что мы построим демократическую страну. Вы должны понимать, что Назарбаев у власти 30 лет только потому, что народ терпел и молчал. Да, он негодяй, да, он подлец, да, он совсем плохой человек, который воспользовался доверием народа, но в первую очередь вина на самом народе, который 30 лет его терпит, боится почему-то, это жалко во старикашку, боится, кого спрашивается. При этом полиция, которая сама бедствует, помогает удерживать власть этому шалу. Вина в первую очередь на самом народе, поэтому мы должны изменить ситуацию. Нельзя того, чтобы мы вчерашние 20-летние, 30-летние 30 лет жили под этим шалом, потеряли свою молодость испытывали различные проблемы и трудности, и чтобы сегодня наши дети и внуки, наши будущие дети продолжали жить при этом режиме, не могли себя реализовать. Наш народ очень талантливый, наш народ может быть сильным, как южнокорейцы, как любая другая страна, как немцы и так далее. Но для этого нам нужно сменить режим, построить новую демократическую страну. Эфир мы будем регулярно проводить до наурыза. Вы знаете, практически каждый день мы проводим эфиры, поэтому безусловно мы будем их постоянно проводить и видео прямые эфиры, и телеграмм, масса всяких эфиров будет. Я на сегодня свой эфир завершаю. Мы ждем от вас коллективы по маршруту. Сейчас админы все забросят в чат. В понедельник мы утверждаем маршруты, по которым будет шествие, где будут проходить митинги. Слава Богдан, до встречи в эфире в понедельник.